Девчонки, хотела вам показать Терассы, отель Бауэр, но, к сожалению, Оказывается, Открывают после 4 Или вечером открывают Терассу Бар Не открыты сейчас Поэтому Смотрим просто Стрейт-стайл туристов Слушайте, я померила Еще другие кеды по 1150 Оказывается, это розовая джинса Розово-голубая, светло-зеленая джинса Под любые летние вещи Пастельного цвета Такие красивые А внутри они абсолютно кожаные Тоже интересная идея Конечно, их очень трудно будет чистить Потому что это Как бы Трудно будет чистить Потому что Какая вся Такая романтичная юбка Потому что они светлые С нашей пылью В Италии Вон, видите, сколько пыли Так, спрошу-ка я у них Я хочу какой-нибудь Красный Или Пантера Духи Пантера Всем советую Картье Красный Или изумрудный ремешок Картье Я увидел, что Росо-примария или росо-чилиджа-бурдос? Не знаю, какое-то эстивное, колоро-эстивное. Эти не очень. Вот такой вот квартир в Венеции. А, как эти росы? Росо-примария или росто-бурдос? Вителю. Но это великое росо-бурдос. Да, очень эстивное. Важно, в лиге и в 120 метрах. Точно разо-бурдос. О, слишком сладкий. Альтернативно, не есть листья? Да, так. Слабый. Это что, блу? Нет, мы не делаем это, мы не можем сделать это чуть-чуть. Красные, эти цветы. Гелло? Нет, гелло виталево не существует, только веган. Это эко-пелле. Эко-пелле. Это бело. Это не зря. Есть листья и болезнете. А, надеюсь, есть листья шерели. Хорошо, а где эти цветы? Здесь можно увидеть, здесь 1,360, но только для того, чтобы сделать симуляцию. Это что? Это был белый лапис. Это не листья? Не знаю. Ах, может что-то скрыто. Возьмите что-то красивое. Так, это сколько стоит? Очень красиво, это фуксия. Видимо. Фуксия новая. Все это уголь, да? Си, 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 си. Примерно 300 евро. Уже немного 300 евро. Но вот эти бордо, чуть слишком темные, слишком скоры. Это новый бордо. Я думаю, который лучше на лета ремешок для часов в квартире? Это уже что-то поистаскался, поистаскался ремешок. Не знаю, сколько лет. Два года, да, по-моему, два года назад я приходила. Хочется и этот цвет, и этот цвет на лето. А красного цвета нету. Есть красный цвет, но теленок. Теленок, он 200 с чем-то, 220 евро стоит. Вот он красный цвет. Кажется розовым здесь, но он красный на самом деле. А эти 300 с чем-то стоят. Как вы думаете, какой цвет лучше выбрать? Хочется что-то обновиться. Теленок, он будет быстро, вителло называется по-итальянски. Розовый, да? Все-таки женственный. Молтокомодый. Выпью за вас шампанского от Cartier тоже. В прошлый раз не было времени. Сегодня вот показываю вам Фенди. Какая красота шелковая в стиле Аллы Пугачёва 70-х годов. Хочу ответить Саулей Би насчет того, что если блогер заинтересовал, его все равно будут смотреть, несмотря ни на что. Но получается, что люди смотрят эту синицу. Особенно там, ладно, скворчиха. Она хоть стильная и модная. И она рассказывает о моде, о прекрасной жизни в Италии. Хоть фальшивая, жестокая и лицемерная, но все равно она как бы и умеет одеваться. Я всегда честно говорю, честно признаюсь. И вкус у нее есть. И деньги есть, чтобы покупать красивые, элегантные вещи. Все есть у нее. Единственное, сердца нету. И сплетница всея русскоязычного Ютуба. А другая, другую за что смотрит. Она там брешет с утра до вечера. Ни одной правды. Во время пандемии брехала насчет того, что это все пропаганда там американская и все такое. Все там. Она брехала по 4 миллионов просмотров, что ее даже заблокировал Ютуб. Чем она заинтересовала людей? Своей ложью. И сейчас все брешет. Сами знаете, про что не хочу на политику говорить, на тему политики. Потому что я нахожусь сейчас в прекрасной Венеции. Сегодня нет теми политики. Смотрите, какие ужасные туфли. Вот эти серые особенно. Поэтому миу-миу мы смотрели. Поэтому, девчонки, я не думаю. Или такие же, как сама эта синяя. Все такие же, того же плана люди. Наверное, сидят там своих. Не знаю, я не хочу никого обидеть. Но, видимо, недалекие люди, если верят даже такой омерзительной персоне, как Синица. Я даже не побоюсь сказать этого слова. Она омерзительна просто. Абсолютное вранье, бесконечное. Жестокая травительница. Травила меня с номера телефона Тим, итальянского, своего мужа. Призналась на допросе. Конечно, ей пришлось признаться. Все равно каждый номер телефона записан. Боже, везде если. Зайду сюда. Покажу Тарасу Баура. Ей пришлось признаться. А так бы она ни за что не призналась бы. Понимаете, в чем суть ее персоны. Это же такая вообще конченая. Поэтому, если люди смотрят заинтересованные в канале таких людей, лицемерных, лживых, фальшивых, жестоких, без сердца, вообще, я могу сказать даже, которые, может быть, даже и не дружат с головою. Поэтому, извините меня, пожалуйста, Саулия. И пока смотрим красоту Венеции. Прекрасную красоту Венеции. Я надеюсь, сегодня наверху трасса открыта. Я потом сперва схожу вот сюда. Ой, здесь музыка. Музыка. Прощание славянки называется, да? Надеюсь, не отключат мне монетизацию из-за этой музыки. Музыка. Пришла я уже на... Так, полчаса прошла ровно. Вот это вот, вот такой вот Гранда Негоцио. Фондака Дей Тедески. Здесь все марки есть хорошие. И Максмара есть. И красивый вид с террасы есть. Если успею, потом выйду на террасу и сделаю видео. Здесь вот такие вот марки, которые более дешевые. популярные Стефанеллы и все такое. Так, я хочу найти этот офис, где делают карты и восстанавливают карту Венеции. Где-то он должен быть здесь, на Риалту. Я иду дальше. Иду дальше. Все время прямо на Риалту. По-моему, уже почти подхожу. Надеюсь. Как повезло, что сегодня Бриз морской. По-итальянски будет Брезза. Брезза Димаре. Смотрите, какая яркая пьяца. Такое небо голубое. А вот здесь вот раньше было такое армянский, по-моему, насколько я помню. Какой-то армянский был магазин. Ой, девчонки. Я не покажу. Мне показалось. Это очень, очень маленький.